Друзья, всем привет! Сегодня хочу проверить свою Ниву на роликах. Зимой сварил такие ролики в холоде, как говорится, в одиночестве. Варил их, было время, но вот только сейчас дошли до них руки. Потратил немало денег, между прочим, на подшипники, но как бы это не дешево у меня получилось. Ролики вот смотрите, крутятся. Вот и проверим с вами полный привод на моем автомобиле Нива. Конфигурация моего автомобиля. Задний мост, редуктор от АВТ, преднатяг, 7 килограмм преднатяга. Передний мост SRPM, стальной редуктор переднего моста от Саток и дифференциал повышенного трения, тоже от их и компании. На данный момент раздатка в этом автомобиле установлена родная, с родным понижением, но установлен дифференциал повышенного трения от АВТ. То есть в зимний период редко применяю принудительную блокировку дифференциала, так как самоблок, который здесь стоит, он сам распределяет усилия на мосты. Но так должно быть в теории. Попробуем на самоблоке, потом принудительно заблокируем. Два ролика. Подложил по два задних колеса. То есть передний мост стоит у нас на земле, задние колеса у нас стоят на роликах. Ролики подставили под заднюю часть моста, передние колеса стоят на асфальте. Поехали. Задние колеса оба вращаются. Межосевой у нас разблокированный, на повышенной. Прибавляем газу. Как видите, полторы тысячи оборотов. Прибавляем еще газу. Полторы тысячи оборотов. Самоблок, который дифференциал повышенного трения стоит в раздатке, не срабатывает. Полторы тысячи оборотов. Дифференциал повышенного трения у нас не сработал. Блокируем межосевую. То есть значок загорелся. Заблокировали. Поехали. Как видите, спокойно выехали. Под передним колесом ролик стоит и под задним мостом тоже стоят два ролика, под каждым колесом. У нас одно колесо, левое стоит на земле. Сразу пониженную включаю. Пробуем. Автомобиль у нас не едет. Три колеса крутятся. Попробуем заблокироваться. Заблокировались. То есть у нас одно переднее колесо стоит на земле. То есть дифференциал повышенного трения от садок. Одно колесо. Давайте прибавим газу. Машина дергается, что-то пытается. Дифференциал заблокированный в раздатке. Первая пониженная. Как видите, полторы тысячи оборотов. Автомобиль стоит на месте. Давайте назад попробуем заднюю передачу. Едем назад. Напомню. Три ролика. Нет, к сожалению, нет. Машина не едет. Ролики у нас под передним правым колесом и под передним правым задним. Левая сторона у нас стоит на земле. Включаем сразу пониженную. Поехали. То есть сейчас у нас с вами вращаются переднее правое и заднее правое колеса. Поддаем газу. То есть у нас должна левая сторона с вами нас столкнуть. Не едем. Блокируем межосевой. Межосевой заблокировали. Первая пониженная. Не едем. Назад. У нас пламя межосевой заблокированный. Первая пониженная. Назад. Две с половиной тысячи оборотов. Не едем. Ролики у нас стоят под передними колесами. Задние колеса у нас на земле. Так. Первая пониженная. Разблокированные. Но надеюсь все-таки на дифферциал прошу внутрения в раздатке. Пробуем. Не едем. Блокируемся. Давайте назад попробуем. Заблокировались. Выехали. Провели мы с вами небольшой тест. Конечно, ролики узковаты. Надо было пошире сделать. Эта резина прям впритык. Боялся большие обороты давать, потому что в край упирается. Начинает резину подъедать. Итак, что мы с вами имеем. Вот этот автомобиль тестирует разные дифференциалы повышенного трения. По-другому самоблоки. Передний мост у нас саток. Стальным редуктором переднего моста. Раздатка дифференциал повышенного трения. АВТ, задний мост, редуктор АВТ. Как мы с вами поняли, то, что в раздатке, самоблок, который установлен, на маленьких скоростях, на маленьких оборотах не схватывает, не срабатывает. Там у нас установлено, мы сделали, когда перебирали его, около 5 килограмм. До этого, когда с завода он пришел, там было установлено 2 килограмма преднатяга. Преднатяг регулируется шайбами. Так вот, на малых оборотах толку нет. Но, скажу так, зимой, когда я катался на дорогах общего пользования, когда газ давишь, слышно, что дифференциал повышенного трения блокирует и по 50% раскидывает. Это есть такое. То есть, дифференциалы повышенного трения работают на оборотах. Но на малых газах, на малых оборотах, к сожалению, нет. В какой момент они срабатывают, никто до сих пор сказать не может. Вот конкретно никто не может сказать. Если установить стопроцентную блокировку, там будет постоянно два колеса. То есть, он будет съезжать. Такого не будет получаться, что одно колесо будет буксовать у вас, а то стоять. Он вслакнет, и вы поедете. Но на дорогах общего пользования, кто говорит, нормально ездить на них, кто говорит, сложновато. Еще есть варианты заварки. То есть, дифференциал вообще заваривают. Тоже, как вот у нас телеген ездит на УАЗ Хантере. У него и перед, по-моему, и зад заваренный. У него постоянно четыре гребет. Вот. Ну, эта машина как бы у него чисто для покатушек, поэтому он так и делает. И результат на самом деле отличный. У меня автомобиль гражданский. То есть, я на нем езжу постоянно, каждый день, ежедневно. Вот. И заварки какие-то ставить я бы не хотел. Стопроцентную блокировку. Ну, у нас Дастер есть, Сергей. В заднем редукторе установлено давно, причем стопроцентная блокировка. То есть, она получается разблокировка. Не стопроцентная, а разблокировка. И, говорит, на рыбалку езжу и на скорость, и, говорит, ничего не блокирует. Отличается. И мы тоже проводили тесты. Я там с двумя самоблоками, а он с одной разблокировкой. Выезжал там, где я с двумя самоблоками не мог выехать. Результат видео таков. Самоблоки на малых оборотах не работают. Когда они работают? Только на оборотах в движении блокируются. Это лично я проверял сам по грязи, когда есть какое-то усилие на колесо. На данный момент усилие колеса одно было спокойно, свободно крутилось. Но на скорости для гражданского использования, я посчитаю, что нормальный вариант. Но, с другой стороны, как помните, мы, когда передний мост у меня порвался, и после этого мы установили стальной редуктор переднего моста, когда мы разобрали с вами дифференциал повышенного трения от АВТ, там был очень сильный износ. И мы на фоне моего видео, ребята, даже производители АВТ на меня обиделись. Вот на самом деле, если вы смотрите, обижаться не нужно. Я показал, как есть. Я вам позвонил, говорю, ребята, вот так, вот так. Вы мне сказали, что там масляное голодание. Масляного голодания у меня не было, и мы с вами уже это обсуждали. Потом вы сказали, что дифференциал повышенного трения старого образца. Вот, и поэтому там износы. Но я про что говорю? Если я рекламирую товар, рассказываю, да, про вас. Это ладно, у меня есть возможность залезть, поменять. Там ребята мне как-то помогают, не за полную стоимость. Ну, возьмет человек в возрасте, который на меня посмотрел, во, Виталян говорит, да, едет нормально. Возьмет, установит, а через полгода он у него рассыпет. И что он при меня скажет? Поэтому я на своем канале говорю правду и показываю вам, как оно есть. Дифференциал повышенного трения, который у меня развалился, они говорят, пришлите мне его. То есть, АВТ я его отправил посылкой. И уже два месяца ни слуху, ни духу пишу им. Говорю, ребята, что с моим самоблоком? Сначала говорит, все-все, в работе, сейчас мы там все заменим, все сделаем. Потом уже съездил на море, приехал. Говорю, ребята, что там с моим самоблоком? Лежит, типа, надо что-то там делать. Ну, вывод один. Просто ребята обиделись на меня и не хотят ничего делать. Вот. Ну, как говорится, ваше дело. Я ни на что не претендую. Вот, живу как по совести своей. Говорю правду. Все, на этом видос, наверное, заканчиваю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Также есть Telegram-канал Niva 007. Там я вот это видео уже выложил. А вы это увидите только через месяц. Также на Яндекс.Дзен у меня веду канал. Кому как удобней. Можете на Яндекс.Дзен. Можете на YouTube, в Телеграме или в ВК. Niva 007. Всем добра и всем здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok